Расскажу, как приготовить десерт Анна Павлова с пряными грушами. Блюдо названо в честь знаменитой балерины. Рецепт такого десерта не совсем классический, но в интересной зимней интерпретации. В классическом варианте лакомства готовится с разнообразными ягодами. Можно встретить десерт с орехами, с шоколадным или ягодным сиропом. В моем рецепте были использованы пряные груши, которые варились в красном вине с добавлением ароматных специй и фруктов. Груши нужно брать плотные, чтобы в процессе варки они не потеряли форму и не разлезлись. Десерт очень хорошо подойдет к новогоднему или рождественскому столу. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Первым делом варю глинтвейн. Мою апельсин и мандарин, очищаю их от кожуры, которую затем отправляю в кастрюлю. Выдавливаю сок фруктов, вливаю красное вино, добавляю специи, гранатовый сок, ставлю кастрюлю на огонь, все время помешиваю и довожу до кипения, затем снимаю с огня и настаиваю полчаса. 2. Груши беру плотные и твердые. Мою их и разрезаю на два части, вычищаю семена и нарезаю груши дольками. 3. Кладу груши в сотейник, заливаю их 300 мл глинтвейна, отправляю сотейник на огонь и кипячу содержимое 20-30 минут, после этого снимаю сотейник с огня и настаиваю дольки фруктов 2-3 часа. 4. В сухую чашу миксера добавляю охлажденные белки, всыпаю щепотку соли и взбиваю все около 1-2 минут, затем порционно ввожу сахарный песок, взбиваю до образования крепких пиков. 5. Противень застилаю пергаментом, выкладываю белковую массу в форме круга, внутри оставляю углубление в виде своеобразного гнезда, выпекаю в разогретом до 100 градусов духовом шкафу 2-3 часа, после этого оставляю выпечку в духовке до полного остывания. 6. Сливки заранее охлаждаю, вливаю их в чашу миксера и взбиваю с сахарной пудрой, затем добавляю сливочный сыр, выкладываю массу в ранее испеченные белки, для этого мы оставляли специальное углубление. 7. Вымоченные груши выкладываю на торт, украшаю десерт кусочками апельсина или мандарина, торт сразу же подаю к столу, приятного аппетита! 8. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. 9. А теперь ингредиенты Белки, 3 штуки, сахарный песок, 160 грамм, соль 1 щепотка, сливки жирные, 150 миллилитров, сахарная пудра, 1 столовая ложка, сливочный сыр, 3 столовые ложки, груши, 2 штуки, красное сухое вино, 0,5 литра, гранатовый сок, 200 миллилитров, специи для глинтвейна, по вкусу, мандарин 1 штука, апельсин 1 штука, количество порций, 5-7. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Жду снова и желаю вкусного дня!